Всем привет, с вами Green Knight и мы продолжаем строительство нашего зоопарка в Planet Zoo. Сегодня у нас будут носороги, давайте про них почитаем, я уже парочку купил. Индийский носорог, также известный как Большой Однорогий Носорог. Большая травоядная копытная, обитающая в бассейнных рек на севере Индии, в Непале и Бутане. Характерными признаками этого вида считаются короткий толстый рог и серо-коричневая бугристая шкура, внешне напоминающая панцирный доспех. Самцы носорога крупнее самок. Во-первых, вес и длина тела составляют в среднем 2100 килограмм и 3,7 метра, соответственно. У последних 1600 килограмм и 3,2 метра. Помимо размера самцов, отличает характерная шейная складка. Ага, вот эта вот, наверное, которая показывала. В начале прошлого века в результате охоты и превращения их среды обитания в фермерские и хозяйские индийские носороги оказались на грани полного уничтожения. И хотя в наше время количество факторов, угрожающих виду, снизилось, браконьеры по-прежнему представляют для них большую опасность, поскольку рога индийских носорогов высоко ценятся в народной медицине. Нифига себе. Новые угрозы существования вида продолжают появляться и по сей день. Так инвазивные растения захватывают пастбище носорогов, а сельскохозяйственные животные конкурируют с ними за еду и пространство. В результате этого популяция носорогов в наше время существует только в национальных парках, где они находятся под надежной защитой. При этом стоит отметить, что действующие программы по сохранению этого вида доказали свою успешность, поэтому численность популяции носорогов продолжает расти. Тысяча квадратных метров. Тридцать семь метров квадратных воды. Понял. Социальные потребности. Самцы индийского носорога одиночки, которые взаимодействуют с другими представителями своего вида только во время поиска самки и спаривания, а также во время борьбы с другими самцами за территорию и партнерш. Самки могут жить как поодиночке, так и в небольших относительно свободных группах, состоящих из самок и их потомства. Угу. То есть один самец и один самка у нас будет. Замечательно. Доминантный самец устанавливает границы своей территории вокруг участка реки, куда самки приходят питаться и купаться. Если самка готова к спариванию, она подает сигнал самцу, который в свою очередь выискивает ее по запаху и преследует до тех пор, пока она не позволит ему спариться с ней. Нормально. Беременность длится от 15 до 16 месяцев, после чего самка производит на свет одного детеныша. После отлучения от груди он начинает отдаляться от матери и в возрасте 5 лет покидает ее и уходит жить отдельно. Однако до достижения 10 лет самцам редко удается закрепиться на собственном участке реки. Хорошо. В принципе, тысячи квадратных метров это немного, да? Где бы построить? Нет. Можно где-то вот здесь вот рядышком в принципе построить, я думаю. Да, рядом с медведями тут же у нас где грязно. Я же вызвал этого гребаного работника, который не хочет работать, я так смотрю. У вас два работника, два вольера, какого черта? Так, пришел. Что ты делаешь, дружище? У них тут есть куда еду положить, по-моему. Не обязательно ее на пол сыпать. Слишком темно. Вот так вот нормально. Правильно здесь. Я не знаю, зачем он сюда еду насыпал. Хочется сказать, не хватает им кормушек. Вы издеваетесь? Давайте, наверное, почистим мы рыжих вари. Поставим мы на паузу. За парк. Животный вид. Рыжий вари. Ага. Так. По возрасту давайте сначала. Самых старых убираем. Ага. Ну ладно. Так. Так. Двух самцов. Ладно. Выделяем. Кого выкинет, выкинет. Точнее отпустит на волю. Так. Все. Я смотрю, да. А вот это самый молодой самец. Это самый старый. Давайте так. Самки. 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 Вот этих вот мы оставим, наверное, тоже. И отпустить на волю. Сколько нам дадут за них? Ну, целую тысячу. Нормально. Теперь, я думаю, вам еды хватит. Значит, начинаем строить вольер. Тысячу квадратов. Немного. Если нет. Энła ты starters. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 это и питье и еду им надо природа так объект объекты еда пиццу давайте дайте где-нибудь вот здесь мы организуем хот-доги и че так эти попить так кофе естественно же смузи наверное так и сок перед дорожки по сетке иди сюда как-то такую мы сейчас закрытую сделаем отмена сетки все залезла а почему так странно не понял ладно сейчас да умрет от старости это не страшно так так давай по сетке мне это реально интересно я же выставлял вот адекватно как бы почему не получилось ну и ладно да господи че ты делаешь сюда сюда как-нибудь вот так по середочке так нет нет это мы сделаем по сетке тонер мне не хочет ровно и сделаем это все закрытое вообще животное умерло это не страшно тоже вообще так дать от коричневые сделаем такие да что ты делаешь дружище пожалуйста успокойся да вот почему он стал так фиксироваться то так что ты иди сюда ты иди сюда но вот ненавижу когда ты так делаешь правда но не фиксируйся пожалуйста раздражаешь ты меня так меня очень сильно раздражаешь так какая зараза то зачем фиксируется сам не знает вот но опять что он зачем так один выход и два типа входа так сидеть пускай так и остается а здесь мы закроем как-то вот так сделанная стеклянную крышу чтобы увидеть что там происходит а давай сюда нет такая не пойдет давайте вот такое господи что ты делаешь что теперь мешало сделать вот так вот ничего же почему ты ставишься вниз объясни мне пожалуйста так адекватно все нормально так здесь мы сделаем деревянная так ну там или то вроде то больше нету больше не должна ну да значит то как я не люблю когда ты фиксируешься зараза так развернись сюда-сюда-сюда-сюда вот так вот ну в принципе сойдет я думаю правда внутри ничего не видно какое животное какое животное сбежало дружище ты по моему маленько это попутал так проходимость так нет а вот валер до проходимые проходимые участки как ты вылез объясни мне пожалуйста ты не мог вылезти дружок ты никак не мог вылезти ну и черт с тобой сейчас тебя поймают сейчас тебя поймает что у нас здесь что это а при приматов золотым рейтингом а то есть это примат считается понял я вас понял что у нас завершено носорог изучается ну окей окей так в принципе все люди сюда ходят хорошо шарики все покупают только деньги не кидают помаленечку помаленечку носороги носятся все им нравится их кормят бежит кушать бежит кушать о тех проголодалась так 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 ну в принципе неплохо хороший валер получился думаю давайте кого нить еще закупим посмотрим кто у нас есть так нет это не хочу не хочу не хочу не хочу не хочу а капи орикс синяло а давайте поскольку от нас требуют приматов мы возьмем бонобо ну-ка давайте посмотрим сколько они стоят а а так по цене это самый о самый ужасный ну как всегда игра начинает уже купили молодцы молодец игра серебряного уже купили фиртильность фиртильность отстойная вот эту забираем самца самки ну давайте вот эту заберем смотрим бонобо зоопедия бонобо обитают в лесах и заболоченных районах демократической республики конго их ближайший родственник обыкновенной шимпанзе тнк этих двух видов ближе всего к человеческой у бонобо розовые губы темные глаза маленькие уши плоский нос с широкими ноздрями и черные волосы самцы бонобо крупнее самок их рост обычно составляет 73-83 см и вес в среднем 39 кг самки же весит около 31 кг а их рост валируется в пределах от 70 до 76 см бонобо игривые и дружелюбные создания они крайне редко проявляют агрессию по отношению друг к другу и за всю историю изучения вида не известно ни одного случая убийство одного бонобо другим они живут в матриархальном обществе доминирующим положением в котором занимают самки а статус самца зависит от статуса его матери ммм прикольно бонобо находится под угрозой из-за уничтожения среды обитания и против его законы охоты в данный момент реализуется целый ряд программ направленные на сохранение вида и среды его обитания и многие организации среди которых ООН и Всемирный фонд дикой природы обеспечивают наблюдение за популяцией бонобо и ее защиту особенно на территории национальных парков кроме того эти организации ведут активную воросветительскую деятельность рассказывают местным жителям о приматах и привлекают их на работу в национальные парки тем самым привязывая им любовь и уважение к окружающей среде и уменьшая их зависимость от торговли мясом других зверей так 780 квадратов 8 квадратов лазить в воду в принципе не надо хорошо социальные потребности так от 3 и до 10 не более 7 7 самцов не более 7 самок угу то есть итого 14 то есть пару самцов и пару самок ну понятно бонобо очень социальные миру любви животные они очень привязаны друг к другу и живут в тесных группах они вместе добывают пищу поровну делят еду внутри группы и помогают друг другу расти детей бонобо очень чувствительное создание которое всем всем формам проявления любви предпочитают физические за это их часто называют хиппи животного мира в целом такое сравнение справедливо и фраза занимайтесь любовью а не войной с этим животных как нельзя лучше размножение бонобо не поддерживают постоянной связи они настолько любви и обильность что все взрослые особи в группе готовы спариться друг с другом вне зависимости от возраста и пола последние не очень а вследствие этого установить кто из самцов является отцом того или иного ребенка невозможно вероятно именно это и объясняет почему взрослые самцы так тепло так тепло и нежно относится ко всем детям в своей группе а также как сформировался их общий образ жизни беременность у бонобо длится 8 месяцев после чего самка производит на свет одного малыша о котором она будет заботиться следующие 4 года выросшие самцы остаются в группе своей матери а самки уходят на поиски новой группы с которой у них нет родственных связей понятненько понятненько ну что же давайте приступим в принципе у нас для них можно сказать все изучено практически так что построим для них вольер в принципе не очень большой 80 квадратов лазанья только бы вот куда его запихать куда бы его запихать я вот думаю поскольку в принципе у нас тут люди ходят тут у нас люди ходят а давайте вот здесь вот и сделаем и люди мусорят еще ах вы какие так ну-ка мусорок понаставим еще чуть-чуть то что-то они размусорились а тут есть на углу хорошо вот здесь на углу нету так ну давайте приступим наверное где-то вот здесь построим этот вольер а кстати я не посмотрел могут ли к ним люди заходить ну в принципе если они дружелюбные значит я думаю можно зоопедия нет нельзя заходить большое количество мусора я вас понял но я не понял какого черта рабочие давайте на паузу поставим уборщик рабочая зона не выбрана давайте белый медведь туда да в принципе у него нету все скайдет работает ох размусорились а какие так нигде никто не достает ух ты блин ну вы тут нас насорили мне ну вы мусорить конечно я в шоке опять же уборщики есть белый медведь есть а вот а вот здесь вот никого нету давайте тогда сделаем фу ой господи потерялся уборщик раз уборщик два давайте мы этому поставим фламинго а этому мы поставим снегальский лев все ребята давайте убирайте мусор смотрю вроде расходились люди это хорошо ну там сейчас уберутся ладно здесь вроде более-менее ходят ничего страшного не выделить температура что окей давай посмотрим температуру ага я понял я вас понял сейчас мы маленько это отодвинем от вас так ну куда-то сюда тогда сдвинем да и пусть там стоит вообще отделить от группы м и привязать к поверхности да как-то вот так вот сделаем пускай будет ага ну давай 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 мне надо посмотреть как ты там так чуть-чуть вот так опять же вот ты вот у нас идешь сюда потому что ты там мешаться будешь чуть-чуть чуть-чуть так вот залезет пускай все хорошо господи столько оповещений что вы делаете низкий уровень благополучия я кажется понял почему потому что тут уже вы раскладились по-моему а да конечно так пожилая осы так сюда вольер гигантский муравьет вас трое вы старенькие а ты чё а тебя лечат так давай сюда вот они вы на вас по-моему никуда не отпустишь да а нет можно так иди тогда гуляй ты тоже иди гуляй ты у нас маленький самец а ты у нас а а это самка а вот она поплыла двое так сравнить партнеров а родственное скрещивание не получится да ланза самца надо продавать значит карлос а ланза так или продавать придется самку да наверно придется продавать самку а почему родственное у вас общий отец родители понятно а а ланза сама а а как может быть а ланза ланза странно так тебе мы убираем иди сюда так тебя мы потом продадим тебе мы сейчас купим самочку гигантский муравьед так сбросить гигантский муравьед фильтр и самочку самую дорогую не будем брать подешевле и чтобы они были получше ну какой то такой давайте возьмем переместить что у нас там у вторых животных а а а а ты а ты пошел лечиться так давайте с тобой разберемся тебя отпустим на волю ты старенький тебя мы тоже отпустим на волю 21 год так а ты у нас кто будешь а ты тоже в принципе значит два тапира сейчас еще докупаем или нет а ты кто у нас самка не очень но пойдет наверно да ну такой себе спросить так как то там на c по моему да вот он тапир сразу золотого предлагали нифига не хочу так нам надо самца будет вообще лучше самца и самку вот самец хороший в принципе и самка более-менее пожалуйста купайся иди сюда иди сюда иди сюда ты кто у нас а ну ты сюда перемещаешься уже все так пойдемте построим вольер наверно на паузе чтобы они нам не мешали где-то вот здесь я собирался строить я забыл уже сколько квадратов надо запедим ну немного 780 квадрат всего а и а и 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 так ну что же какой-то такой вольер у нас получился так что какой господи стресс чем дружище ну спрячься пожалуйста я понимаю да спрячься пожалуйста давай как ты у меня вот сюда спрячешься молодец все посиди тут и все дайте наверное еще одну стеночку мы сделаем на всякий случай пускай прячется здесь все отлично спрятаться им есть где дать за нашими бонобо понаблюдаем так привет приветики ну-ка да кто нас полазаешь где-нибудь к переместить невозможно а если если закинуть сюда ой и хоть и хоть и хоть и хоть тихо тихо вот иди-ка ты лучше туда не надо тебе туда лазить один спрятался он знает где спать молодец все это ваше жилье да я понимаю социальная группа у вас маленькая но я может сейчас докуплю кого-нибудь так давайте посмотрим бросить и где у нас бонобо бонобо из самка и самец есть ну давайте и самца же переместить сюда самца мы перемещаем теперь самку вот сюда давайте подождем поздороваемся пока с некоторыми все наздоровался мне так вроде все ходят все радуются всем хорошо так на носорогов смотрят давайте нет времени я понял да бонобо дойдут ним не обломится о ты куда там сиганул то давайте карифантись уже кто подкатывает самка подкатывает а чана там типа иди за мной до молодцы подружились все молодцы где там наши новые а он один тащит где второй кстати да дублировать это для бонобо будет парочку поставим как то так соответственно наши телевизоры телевизоры так наверное сюда куда-нибудь так иди сюда я правильно да правильно ставлю бонобо нет электричество это уже не хорошо тут есть электричество здесь нету забавно давать электричество сколько вот прям вот капельки не хватало да жалко но давайте вот так тогда эта фигня никак не влияет на посетителей но также ее надо в рабочую зону запихать давай где у нас да я понял я знаю рабочие зоны бонобо пульда пусть кабанова будет относиться всем хорошо у нас а там где пианист наш нормально пойдет это чё ты качаешься решил на массу поработать ну давай 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 бицуху положи на место по пользу попользовался положил на место молодец правильно ого нифига себе им тут понастрел какой прикольно получилось да да молодцы правильно пользуется я так кстати задумал чтобы они без деревьев прыгали тоже все их много уже им в кайф так я не перепутал да ничего там с этим всяким господи я потерял и зоопедия давай где так а ну да по один на один так это самец это самка это самец все молодцы кто где там шарится он только по игрока со стекляшками мне интересно как вы с ними играете разорались блин а но люди их видят им на вроде нравится они кричи и ты так нормально чего в упор практически стоите чего мне нравится по крайней мере все в адеквате ну вы не будете видеть где они спят потому что они спят в пещере и нефиг там делать вообще я бы сказал объект сломан вызвать механика здесь на что сбежала дружище как ты сбегаешь мне интересно какой-то глюк в вольере а так как бы туда сделать проезд какой-нибудь бы было неплохо может сократим путь как нибудь а почему бы не давайте сократим путь сейчас мы сделаем дорожку я думаю какой-нибудь а как не хочет еще выше значит вот так вот да куда ты дать подлинче он сюда и куда-нибудь вот сюда заводим сокрая сокращение пути кто захочет если вдруг да думаю сойдет такой мостик о сразу начали пользоваться молодцы деньжат вы отсыпаете мне ой хорошо хорошо плохо нормально а кстати у нас белый мишка родился утек какой косолапый маленький засранцы нагадили там господи что здесь вызвать механика беги беги иди ремонтируй халтурщик блин что мишкам тут нормально в кайф все отлично а тут и чё думаю чё ничего не отображать я социальный 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 блок получаем а чё тебе не нравится пространство ну блин извиняйте не я не виноватый я не виноватый но не сильно критично что тут у нас исследовалось белый медведь ну пускай следуются что там наши мартышки шимпанзе бегают все нормально кто страна слазить и правда вы можете залезть на это дерево высоко или я зря его построил им весело все а правильно гигиена ну что же тогда на этом мы закончим с вами был гринайт подписывайтесь ставьте лайки комментируйте ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео всем пока и и и и и и Продолжение следует...